Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это что будет если в пабге. И сегодня у нас будет очень интересный выпуск. Прям такой сочный и классный, и давно таких не было. Так что надеюсь вам понравится. Если понравится, то не забудьте влепить лайк, все таки мы старались. Что ж, ну сейчас как всегда спонсор, и мы сразу начинаем. И начнем с эксперимента с большой аптечкой. Недавно мне написал подписчик, и скинул вот такое вот видео. На нем его вырубают, но хп у него не отнимаются. И по его словам, в момент, так скажем, вырубления, он просто юзал большую аптечку. Которая видимо и дала ему бессмертие. И давайте проведем данный эксперимент. Мы подготовились, нашли две большие аптечки, вырубатора и подниматора. И давайте проверять. Я начинаю перевязываться, даю команду, и меня вырубают. И хп реально почти совсем не отнимаются. Буквально по одному хп раз в 10 секунд. Что ну просто очень мало. Меня подняли, и мы решили повторить эксперимент. Но на второй раз ничего не получилось. И на третий тоже. Потом мы проверили еще раз, только на друге. И в первый раз у него тоже все получилось. Совершенно полное, почти не отнимающееся хп. И да, это прям настоящая имба. И я даже не знаю, баг это или фишка такая. Пишите в комментариях, как думаете вы. Ну и также, разумеется, можете этим пользоваться. Вот такой эксперимент, идем дальше. Следующий эксперимент начинается опять с видео. Которое мне кидали в ЛС, наверное, раз 5. И давайте его посмотрим. Как видите, чувак заходит в самую последнюю зону и выживает там. Хотя казалось бы, это просто физически невозможно. Но видимо есть какой-то пиксель, который можно нащупать. И тем самым оказаться внутри зоны. Ну и разумеется, меня просили это проверить. Ну а я и не против, идея реально классная. Опять берем кастомный сервак, чтобы нам никто не мешал. И идем проверять. Сначала мы просто ходили и максимально собирали аптечки. А потом ждали самую последнюю зону. И в первый раз как-то не удалось. Мы решили не расстраиваться и пошли еще раз. И здесь уже было получше. По крайней мере, в данный пиксель я ощутил. И было прекрасно слышно, как я вхожу и выхожу из зоны. Так что мы уже были очень близко, но все равно погибли. Ну и разумеется, не бросили все это, и пошли третий раз. И внимание на экран. Да, как видите, это возможно. Там реально есть такая точка в середине. И как видите, если угадать, то в зону дамажить не будет. Хотя вон друга нормально так колбасит. В общем, да, это более чем возможно. Эксперимент полностью подтвержден. Ставим галочку и идем дальше. А дальше у нас снова новый аэрдроп. И да, я знаю, что он уже всех задолбал. Но тут эксперимент реально интересный. Как вы помните, уже довольно-таки давно я пытался залутать аэрдроп в воздухе. И спойлера у меня не получилось. Так как самолет его бросает всегда, где не надо. И долететь до него просто нереально. А теперь есть ракетница. И мы можем вызвать аэрдроп, где нам нужно. Так что давайте повторим эксперимент. И попробуем залутать новый аэрдроп в воздухе. Итак, поехали. Вызываем самолет, он скидывает дроп. А мы пробуем его лутать. И как видите, пару раз у меня получилось подлететь прямо к нему. Я нажимал тап, но там ничего не было. Да еще и парашют баговался. Так что делаем вывод. Залутать его в воздухе никак невозможно. И я очень жаль, потому что было бы очень эффектно. Вот теперь точно все. Надеюсь, к новому дропу мы не вернемся. Уже сколько роликов ему посвятили. В общем, вот такой вот эксперимент. Вот в принципе и все на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите свои идеи, для что будет если. Скоро же еще и новая карта будет. Так что уже и для нее идеи заготавливайте. В общем, буду ждать ваших комментариев. Ну и разумеется, ставьте лайк. И конечно, подписывайтесь на канал. Кстати, почему вы еще не подписаны? Давайте быстро подписывайтесь. И колокольчик обязательно тоже нажимайте. За колокольчик прям вам отдельный респект. Ну и гляньте прошлые видео. Они также очень классные, интересные, сексуальные. В общем, смотрите обязательно. Ну а с вами был Илья, aka Senex. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.